В сегодняшнем обзоре мы хотим познакомить вас с очень интересным и перспективным на наш взгляд цифровым микроскопом Levenhuk Rainbow DM700 LCD. Микроскоп поставляется в красочной подарочной картонной коробке. Внутри коробки прибор размещается в плотной, но вместе с тем мягкой форме из полистирола, что надежно защищает его от повреждения во время транспортировки. Комплект поставки включает в себя сам частично разобранный микроскоп, пульт дистанционного управления, набор из 12 микропрепаратов, держатель микропрепаратов, адаптер питания от сети 220 вольт, три специальных диска, матовый, белый и черный, набор винтиков для сборки микроскопа и, конечно же, инструкцию. Микроскоп собирается из четырех компонентов, таких как сам микроскоп, предметный столик, штатив и держатель микроскопа. Вот эти четыре компонента и следует соединить между собой. Сборка микроскопа достаточно проста. Вначале прикручивается штатив к предметному столику, затем к штативу прикручивается кольцеобразный держатель микроскопа. Все элементы конструкции выполнены из достаточно прочного качественного пластика. Для сборки потребуется небольшая крестовая отвертка. Отвертка в комплект не входит. Теперь осталось закрепить сам микроскоп. Для этого держатель оснащен двумя винтиками со специальными головками, а потому этот этап сборки не требует дополнительного инструмента. Микроскоп собран и, как только будет подано питание, прибор будет готов к работе. Данная модель оснащена большим наклоняемым LCD-дисплеем с диагональю 7 дюймов. На передней панели расположены кнопки управления. Сверху расположен разъем microUSB, который служит для подключения адаптера питания. Здесь же расположен слот для карты памяти формата microSD, на которую и сохраняется отснятый материал. Дисплей закреплен на трубке микроскопа. Внутри трубки размещена цифровая камера с разрешением 2 Мп. В передней части трубки располагается объектив, выполненный из оптического стекла. Вокруг объектива расположены 8 ярких светодиодов, яркость которых регулируется при помощи колесика на передней панели дисплея. Над объективом расположен специальный барабан, вращением которого настраивается резкость изображения. Предметный столик имеет встроенный осветитель для наблюдения прозрачных образцов в проходящем свете. Яркость осветителя не регулируется. Отключается осветитель путем выдергивания штекера питания. По нашему мнению, кнопку для отключения осветителя можно было бы и предусмотреть. Это существенно повысило бы комфорт работы с прибором. Для фиксации прозрачных микропрепаратов в комплекте предусмотрен специальный держатель. Жаль, не предусмотрено его крепление к предметному столику. А оно тоже сделало бы работу с микроскопом значительно удобнее. Включается микроскоп сразу при подаче питания. В дальнейшем включить-выключить прибор можно удержанием в течение пары секунд соответствующей кнопки на передней панели. Однако, если полностью убрать питание, то при следующей его подаче микроскоп снова включится без нажатия кнопки. Вот что, пожалуй, может компенсировать отмеченные на наш взгляд недоработки, так это пульт дистанционного управления. Вот это действительно очень удобно. Исключается смаз изображения во время съемки. Кроме того, с пульта можно изменять различные настройки микроскопа, нажав кнопку меню. Съемка производится нажатием кнопки ОК. Микроскоп имеет достаточно широкий диапазон оптического увеличения от 10 до 50 крат. Увеличение выбирается путем изменения расстояния между объективом и исследуемым образцом. Для этого на штативе микроскопа предусмотрены специальные рукоятки. В режиме видео работает еще и цифровой зум от 2 до 12 крат. Цифровой зум изменяется при помощи кнопок на пульте или кнопок со стрелочками на передней панели дисплея. Кроме обычной фото и видеосъемки, микроскоп позволяет вести интервальную фотосъемку с интервалом 1, 2, 3 и 5 минут. Микроскоп имеет встроенный микрофон, поэтому видео может быть записано со звуком. Таким образом вы можете сопровождать необходимыми комментариями свои видеонаблюдения. Давайте теперь посмотрим на микроскоп в действии. Десятикопеечная монета. Интересно выглядит кусочек обыкновенного черного хлеба. Обратите внимание на яркое, контрастное и насыщенное изображение. Особенно хорошо краски видны на изображении денежной купюры. Интересно взглянуть на кристаллы обыкновенного сахара на минимальном увеличении и на максимальном. Прозрачные образцы типа кристаллов следует разглядывать на темном фоне. Лист зеленого чая. След от авторучки на бумаге. Как вы уже, наверное, поняли, недостатка в образцах для изучения не будет. Теперь вспомним о держателе для микробиологических образцов. Так выглядит лапка насекомого. Тонкий срез сосновой иголки на минимальном увеличении, он же на максимальном. Также доступно к рассмотрению клеточное строение растительных тканей, например, обыкновенного чеснока. Интересно и просто красиво выглядит группа одноклеточных организмов инфузория туфелька. Итак, мы только что убедились. Микроскоп Левенгук Рейнбоу ДМ-700 LCD обладает довольно хорошими возможностями в плане разнообразия объектов наблюдения, начиная от крупных мелочей типа монет, листьев, кристаллов и заканчивая клеточным строением тканей растительного и животного происхождения. Такой прибор вполне может заполнить ни один свободный вечер не только любопытного ребенка, но и любого взрослого человека.